Дайте нам работать, слушай. Люди здесь зачем собрались? Нам делать нечего, что ли, здесь собраться? Мы должны сейчас пойти, сидеть на своих местах, работать. Дайте нам работать. Дайте нам работать! Требование предельно ясно. Люди хотят работать. Около ста человек, среди которых как и сами рестораторы, так и весь их рабочий персонал. Все они на протяжении нескольких месяцев вынуждены буквально выживать. Денежные запасы иссякли, да и терпение, по их словам, тоже многие собравшихся имели сдельный оклад. Официантки, повара, администраторы. Поэтому не получают зарплату уже несколько месяцев. Я администратор, работаю тоже в закрытом заведении. И у нас под руководством нашим тоже работает около 10-12 человек. И эти люди тоже каждый божий день звонят и просят. Мы выходим на работу, мы можем работать. Многие из них, лично я, в том числе живу на квартире. И квартиры люди не могут оплачивать. На сегодняшний день транспорты битком набитые едут. Там люди не разоражают. 99% едут без масок. А почему администрации этого не видят? Пандемия сильно сказалась на бизнесе рестораторов. И даже работа по доставке еды не оправдывает все потери. Некоторые предприниматели адаптировались под новые условия. Другие вынуждены были полностью закрыть свои заведения. По их расчетам, лучше уж так, чем заниматься разносом себе в убыток. Кстати, убытки за карантинные дни у многих исчисляются сотнями тысяч и доходят до полумиллиона. Наверстать упущенные рестораторы могут только сейчас, в летний период. Почему такое отношение к нам, к людям? Да, эти люди работают. Особенно сезонным работникам, у которых сезон короткий. Полтора-два месяца. Мы работаем всего на всего. Почему у нас, правительство, государство, выборочные отношения к людям, к рестораторам? Почему одним можно, другим нельзя? Почему может работать Каспийская трасса? Почему не может работать Сулавская трасса? Восточный, я не против того, что им дали. Я, наоборот, рад за этих людей, кому дали работать. Ну, у нас есть такие кафешки в городе, 20-30 человек, которые помещаются. Максимум, который там день, который заходят люди. Теще, чем у людей, у них там поток бывает каждый день. Видимо, там люди не болеют, у нас болеют. Так же не должно быть. Должны к нам тоже, так же, по вниманию отнестись. Вопросов у людей масса. Представитель администрации Махачкалы вышел к собравшимся и попытался ответить на самые наболевшие. Мы все понимаем, Солманка девочка говорит, что большая занятость в этой сфере у нас. Это градообразующая сфера деятельности. Много объектов. И мы хотели бы ускорить, потому что мы считаем, что наш общепит высокий уровень подготовки к культуре и так далее. То есть мы можем вместе с вами подойти ответственно и соблюдать все требования. Поэтому наш опыт по этим 10 проектам показал положительный результат. И сегодня мы намерены на заседание правительства в 3 часа ходатайствовать, чтобы запустили все желаемые объекты, которые будут соблюдать все требования. По словам Исрапилова, мэрия города ходатайствует о скорейшем возобновлении деятельности заведений общепита. Сегодня работает 10 ресторанов с площадками на открытом воздухе. Это был пилотный проект, по итогам которого будет вынесено решение по возобновлению деятельности остальных кафе и ресторанов. Списки их будут пополняться, но вопрос будет решаться постепенно, учитывая все жесткие требования, продиктованные эпидемиологической ситуацией. Пока вопрос, когда отчаявшиеся люди смогут приступить к работе, остается открытым.